Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас такое необычное видео. Мы сегодня в гостях у Юга, ну как кафельщика, не кафельщика. Да, кончера. Ну так, познакомились с Югой на объекте, то есть я делал, ну в одном доме работали, Юга делал в одной квартире, я напротив другой квартире, ну и вот в итоге вот так вот и познакомились. Я посмотрел, что как бы Юга хорошо тоже сделал очень кафель, правда я на последней уже не был, да, когда-то закончил, но я приходил, то есть смотрел, когда уже почти была ванна готова, только не расшита, то есть мне как бы очень понравилось, так что я еще и телефон твой оставлю в посылке, если кому-то надо, потому что у меня очень много заказов, сейчас уже занятость, не знаю, там уже чуть ли не на год, и поэтому если вот кто-то, очень много, кстати, людей звонят и спрашивают по капельку, по пиву, если будет. Да, я вот на тебя и на мой взгляд говорю, да. Видео такое чисто просто случайное. Ну да, знакомство так поближе, так скажем, двух кафельчиков строителей. Ну как бы о себе это я показываю, вот мне интересно, ну расскажи там о себе как попал вообще. Ну о себе, если я на отделку говорить попал, Юга, кстати, жил там в Америке и везде. Да, я жил в разных странах, сюда приехал в девяносто четвертом году приехал, вот, ну может быть такое движение, здесь оно тоже знакомое, последователи Виссариона, вот с этим движением я как бы сюда и приехал. Вот, потом в девяносто пятом году, где-то попав в Шушенское, мне интересна была, ну, тема такая, гончарная мастерская. Когда я туда попал, мне это было очень интересно. Я, кстати, первый раз увидел человека, который занимается. Ну вот мы следующее видео покажем как раз по... Ну да, да, да. Именно как он вызывал. Ну это гончарное ремесло. Да, гончарное ремесло. Это на гончарном круге именно все, что делается. Нет, я вообще пришел, я думал, это еще, ну как вот раньше, как-то, чуть ли не раскручивали. Ногами или руками, я уж не помню. Ну что-то такое прям. А тут смотрю, такой аппарат стоит с двигателем. Да, да, да. Который, в принципе, компактный и глина нигде не разбрызгивается. Вот. Поэтому... Я еще думаю, как-то сложили это делать. Ну, сыночек, давай ему пока это, пока немножко, мне тут сынишка помогает, немножко все хочет спросить, узнать, ему все интересно. Так вот, попав в эту мастерскую, меня это очень увлекло. Я потом уже учился там и лет около десяти занимался гончаркой. А вот в 2005 году, это было в Курагинском районе, в Курагинский район и рядом озеро Тибиркуль. Там поселение, эко-поселение. Вот. И вот в этом эко-поселении я где-то семь лет конкретно там именно была у меня мастерская, дровяная печь была. Вот. Я чисто занимался, занимался керамикой. Вот. Потом, в силу определенных разных обстоятельств, я переехал в Петропавловку. Вот. Вот это, да, деревня тоже, да. Потом уже из Петропавловки, выезжая на заработки, сначала в Питер, у меня друзья в Питере, в 2005 году. И вот я однажды к ним приехал, и меня заинтересовало, у них как раз ремонт шел, они кафе выкладывали, в ванной. Вот. И вот посмотрев эту работу, ну, у меня что-то как-то душа тоже на это откликнулась, и мне как-то интересно. А у меня специалисты были? Да, там были профессионалы, да. Я видел, что они это хорошо делали, ну, и как бы хозяину нравилось, видно, что... Вот. И он по рекомендации, специалистов очень просил. И он по рекомендации тоже именно этих людей приглашал. Вот. Цена была тоже хорошая по тем временам, вот. Но делали они хорошо. И мне это, конечно, приглянулось. А я хотел как раз на тот период, жизнь моя складывалась уже жить в городе, то, думаю, надо чем-то заниматься. И так как керамика, в принципе, глина и плитка, она тоже где-то близко, потому что это тоже керамика. Мазняк. Да, это тоже керамика. Кто-то в песочке наигрался. Да, да, да. Поэтому мне это так как-то стало интересно. И я у них вот просто смотрел, как они работают, попросил, ну, чтобы они мне порассказали все это, все вот эти основы. И вот я вместе с ними вот этот процесс прошел. Ну, и как бы потом первые начали у знакомых самостоятельно уже что-то начинать делать. А через сколько начали? А я начал буквально вот у них закончил и потом начал. Да, я сразу начал. И у меня, конечно, сразу же возникли вот эти вопросы. Когда ты сам начинаешь. Да, да, да. Когда ты смотришь, ходит все легко. Да, да, да. И вот когда я уже сам начал, у меня эти вопросы были. Ребята молодцы. Они на все мне... Я мог им позвонить, они мне все рассказывали. И поэтому вот таким образом я прошел вот это обучение. Сыночек, давай мы сейчас потом поговорим. Давай. А то все записывается. Да, да. Ты давай не капризничай. Мы сейчас поговорим. А потом себя увидишь. А потом себя увидишь. Хорошо? Вот. Так вот, получается, что пройдя вот эти уже первые объекты, там в Питере их несколько было, я как бы начал уже нарабатывать опыт. Вот. И потом, значит, по материалам, естественно, там в Питере они немножко другие, но они в принципе почти. И вот по всем вот этим протоколам, это был 2005, 2005-2006, вот в этот период. Вот. И я как бы с ними советовался, они мне все рассказывали. Мне было тогда, ну я 59-го года, мне было 1.60 в этом году, а так это было 50, наверное, 49, 50, 50, 40, 80. Вот это так вот. 2006-й, получается, 5-й, а я 59-й. Уже зрелый. Да, 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 уже зрелый был. Да, 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 да. Вот. И потом уже вот поработав в Питере, я переехал сюда, в Минусинск, и вот здесь более самостоятельные стали объекты тоже брать. Тоже сначала через своих знакомых, ну такие газетные объявления какие-то, а потом уже вот за годы стали уже появляться рекомендации. А как это, вот качество, допустим, тогда в Питере было и здесь, когда приехало одинаково, или... Ну, это тоже зависит, вот... Ну, как, может кто-то не знает, Минусинск, это... Ну, город совсем маленький, то есть вот рядом Абакан, Хагасия, да, и Минусинск. Ну, Минусинск, я не знаю, сколько тут человек, 1070? Да, да, где-то около. То есть я в Абакан где-то... Ну, 300-400. А, 300, да, где-то там, 350. Нет, там 300-300, да, это побольше. Но разница, она, конечно, может быть в чем? Разница, наверное, в самой вот этой продукции, что там ее очень много, очень большой выбор, и, конечно, ну, материалы, они новые, современные там. А здесь это еще было тогда, ну, такое... Помню эти плитки первые, которые еще здесь, 20 на 30, они такие вот... Ну, оно и сейчас, в принципе. Да, ну и сейчас есть. Там уже что-то идет и покояется. Да, да, да. И за годы здесь, конечно, тоже уже сейчас стало. Можно и Кераму Марацо заказать, и любую плитку. Кераму Марацо сейчас очень просто. Да, 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 да. Да, да, кстати, вот именно потому, что сейчас делают здесь, это, конечно... Вот. Поэтому, потому что делают сейчас, ну, конечно, можно сказать, что... Качество плитки, оно тоже такое сейчас во многом можно посмотреть. Бывает иногда попадает и наша вроде бы плитка, ну, качественная бывает. Да, бывает и вроде Кераму Марацо откуда-то привезен. Да, вот это... Вот с ценами. А с ценами? С ценами, наверное. Многие спрашивают, да, вот у нас... Ну, то есть я общаюсь в форумах там со строителями, с искательщиками. То есть, ну, цены, вот, в Москве, допустим, да, вот, за квадратный метр, то есть в среднем начинается, даже не в среднем, наверное, минимальная цена за ремонт квартиры где-то от 7-8, 10 тысяч... Тысяч... Да, ничего не случилось. Тысяч рублей за квадратный метр. Да, вообще, как это такое? То есть, вот, в Абакане, мне кажется... Ну, наверное, от сколько? Ты сказал? Ну, где-то так. Мне кажется, что 30,5. Ну, если взять вообще полностью электрику, сантехнику, плитку, установку, то есть установка дверей, потому что, ну, наверное, в районе 5 тысяч, это максимум. Да, да, да. То есть, вот где-то так. Просто я вот когда иногда общаюсь, многие не верят, говорят, у тебя цены низкие. Я говорю, ну, как цены низкие, если зарплата, средняя зарплата, допустим, на... Вот сколько тут сантехнику получается? Ну, здесь вот, ну, вот, как бы, в среднем, наверное, где-то, ну, 20-25... Женщины. Да, 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 да. Ну, вот у меня жена, она, правда, в малой минусе, у нее 40 зарплата. Ну, это редкость, это очень считается очень хорошим. А так, в основном, ну, 20-25, до 30. Ну, и мужики. Мужики тоже, они тоже, в зависимости от работы, тоже, если бизнесом там какие-то у тебя нет чем-то продавать, то, в принципе, тоже так же те же цены, по сути. А в среднем 20-30 тысяч. Да, 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 да. То есть, а если, допустим, средняя зарплата, там, в Москве 60 тысяч, ну, понятно, соответственно, уже цена в два раза выше. Но оно так и выходит. У нее как-то для себя вывел такую среднюю. Вот сколько средней зарплаты в регионе, то есть, ты можешь, ну, грубо говоря, если ты будешь с утра, Ардун, очень упакиваться, ты можешь получать, ну, в два-три раза выше, чем средняя зарплата. То есть, это как-то такое. И я, кстати, в Москву-то ездил когда-нибудь, не знаю, говорим, говорим, вот это. Ну, как раз выходит, что в два-три раза выше. Два-три раза. Ну, да, вот оно так и позволяет. А мне там столько комментариев в видео написали, я потом сделал видео, да, вот такие зарплаты в Москве ездят. И там написали, что ты там спутал в Саудовской Аравии, или что? Да, что-то меньше. Блин, да, что, типа, невозможно в Москве столько зарабатывать. Я говорю, ну, как невозможно? Все, кто уезжает отсюда, они там зарабатывают. Причем, мне писали до того, как я в Москву поехал, то есть, комментарии там. Я все, я там заработал, да, все я показал, что вот реально столько зарабатывает. Мне все равно написали, нету, то невозможно. Ну, видимо, каждый в своем месте где-то находится. Ну, да. И в каком-то районе или в какую-то ситуацию попадает, где ему столько платят. Ну, получается так, потому что Москва наш тоже большая, видимо, в какую ситуацию человек попадает. И, ну, вот сколько вот здесь в среднем туалет, ванная, да. В среднем стандартный туалет, ванная, ну, вот скажем, в Абакане вот где-то, если брать неулучшенные планировки, обычную девятиэтажку, то туалет, ванная будет вместе, если где-то 40-42 тысячи. Это новостройка, да? Нет, это не новостройка. Вторичка. Вторичка. 47 тысячи. Да, 47 тысячи. Туда что входит? Туда входит, значит, там была заливка пола сначала. Но плитка, она такая там маленькая. А залива? А? Налибную? Налибную. Ну, так, нет, грубый равнитель. Грубый что-то был. Вот. И плитка была такая, как типа мозаичная, мелкая. Поэтому укладка этой плитки, она дороже улетел. И рез по всему периметру он был практически. Может быть, я попросил ее уложить, эту плитку. Рез у меня отдельно идет. Рез, я считаю, 300 рублей по глиметрам. А рез это что такое? Рез плитки, это вот, ну, где она режется. Да. То есть, шов как бы резаный, да? Да, да, резанный шов. Где рез идет, плитки по краям идут. Ну, где рез идет, то рез у меня отдельно считается. Ну, опять же, кофейщики все по-разному считают. Кто-то отдельно считает за кирку, например. Я вместе считаю. Ну, то есть, это вот. Но соотношение, в принципе, вот, если братья тоже знаю, несколько человек еще по-медусинскому, кто давно занимается плиткой. Вот Володя тут есть такой еще. Вот. У него тоже, в принципе, вот такая цена, то есть, значит… Причем, сразу, чтобы понимать, то есть, ты же как бы не… То есть, ты уже реально специалист. То есть, это цены уже, которые с наработанным. То есть, это не то, что… Это не то, что, да, ты пришел там и как бы учишься класть плитку. Вот. То есть, это вот та цена, которая вот уже с учетом выравнивания стен, с учетом… То есть, под ключ, но это без дверей, да? Это без дверей. Без дверей и без потолка. Да, и без потолка. Это чисто там рез, чисто все вот эти корончатые, все это все… Запилы углов 45. Запилы под 45, она отдельная расценка. Нет, но оно входит как бы. Вот примерно в стоимость это… Да, 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 да. Но если… Нет, там, если бы под 45 было, вот допустим, вот здесь, где, например, 45-47, там без углов без этих. Запилы. Потому что, если запил, запил такой идет, у меня где-то расценка 1700 погонный метр. А, ну, это прямо порядочно. Да. Для здесь это прямо… Ну, тем не менее… Ну, тем не менее… Это очень редко, ну, в основном, запил такой требует. Ну, это, в основном, люди, которые, ну, более состоятельные, что ли. Они готовы к этому, потому что, ну, это очень надо качественно сделать. Вот. А так, в основном, обходятся либо вставками декоративными, ну, вот этими… Пластиками. Да, да, да. Поэтому, вот, как-то так. Ну, смотри, сколько там квадратов было, квадратовок? Там квадратов было сорок… в общей сложности, сейчас скажу, сорок… Сорок квадратов было. По стенам, да? Да. С полом? С полом, да. Ну, получается где-то тысячу… с чем-то квадратов. Ну, я вот знаю, стандартная туалет-банная – это метр 50 на метр 70, туалет метр на 0,8, по-моему, метр 20 на 0,8. По-моему, там общая квадратура с полом – 27, по-моему, квадрат, ну, 32, что-то такое. Ну, где-то так, да. То есть, ну, это побольше вам, да? Да, это побольше. Это побольше, да. А там инсталляция, не инсталляция? Там инсталляция была, да, да, и там много было вот этих вот… Ну, это отдельная инсталляция ставилась. Это сантехники устанавливали, я не устанавливал, я чисто по принципу. Ну, там очень много вот этих вот, у него там где умывальнички, этих кругляшков резать, розеточки везде, везде. Ну, там ты устанавливаешь, что-то смесители, да? Да, это я тоже устанавливаю. То есть, это все вошло? Да, 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 да. Поэтому вот. Еще иногда бывает потолки делать, ну, то есть, потолки тоже подвесные. Ну, кто-то бывает натяжные заказывают потолки, а я делаю тоже там из пластика, можно из панелей таких, зеркальных собирать эти потолки. Типа, реечные. Реечные, да. Их отдельно, когда тоже считаешь просто потолки. Плюс к тому, что еще… Поэтому… Что больше всего напрягает в работе, вот, девочки? В работе, да я не знаю, как-то напрягает, наверное… Ну, напрягает, наверное, больше, когда тебе не доверяют. Я вообще так говорю. Вот. Потому что, когда тебе доверяют, я делаю это с душой, мне это нравится. Да, это вот. Это загадчиком. Да. Потому что… Да, да. Просто… У меня редко-редко, в последнее время вообще очень редко, бывает, попадается, прям что-то… Недоверие. Недоверие. Вот прям просто работать неохотно. Все. Даже и денег порой не надо. Лишь бы вот все, с человеком не хочется работать. И потом еще даже бывает, сделаешь, позвонят уже, нет. Да. Да, да, да. Я тоже так вот. То есть, это важно, чтобы, ну, тебе как-то доверяли. Это реалия. Во-первых, ты… Я свою работу всегда могу даже… У меня есть, ну, те адреса, которые я делал, а ребята, которые готовы показать. Я обычно говорю, если вы хотите посмотреть, я вам могу показать свою работу. Да. То есть… Даже приезжайте на объект, я заканчиваю. Да, да, да. Я тоже так. Посмотрите, потому что мне понравится. Да, да. Вот это самое реальное. Потому что, если нравится, то уже дальше человек доверяет. Если как бы просто фотографии… Ну, фотография немало, чего доверяют порой. Ну, бывают некоторые люди и по фотографиям тоже как бы видят. Хотя, вот, в последнее время, сейчас вот смотрю, гадят свои старые фотографии. И новые, ну, прям даже по фотографиям видно, что у нас качество совсем… Ну, да, да, да. Это тоже. Это вот. Вот так вот. Много специалистов здесь видел? Ну, я-то в основном как бы сам по себе работаю. Ну, я вот знаю, ну, допустим, наверное, два человека с кафельчиками, которых я как бы… Которых я могу там порекомендовать тоже. Да, да. Минусинские. А так в Абакане нет. Там в основном тоже бригадами как-то все работают. Ну, как бы… И вот даже я работал на последнем объекте. Там женщины, они работают от фирмы «Маляж». И я у них тоже поинтересовался, спросил, у них есть кафельщики? Они говорят, да, у нас есть кафельщики. Я говорю, а что вы не хотите своих? Они меня приглашают. Они говорят, вы знаете, мы не хотим своих. Ну, они увидели мою работу и как я к ней отношусь, как бы. И они говорят, нет, мы хотим… А те от фирмы, да? Да, те от фирмы. Так что вот, вот так вот. Я вообще пришел к такому выводу, ну, причем я уже на канале, причем я это рассказывал, ой, года четыре назад, наверное, на канале появился. Я вообще пришел к такому выводу, что специалист не может работать… Вот хороший специалист, он не будет работать на фирму. Вот по тем простым… Фирма берет какой-то процент. Да. Специалист, он, во-первых, если он, как бы, человек достаточно такой… Во-первых, он сам по себе по работе специалист. Плюс это, как правило, человек, который… ну, не как правило, а человек, который… ну, то есть, он человеку сказал, да, вот он это сделает. И он именно приедет, он… то есть, человек ответственный. Да, да, да. Да, да. Ответственный. Кстати, вот ответственность, это, наверное, вот… Важный каче. Восемьдесят процентов успеха. Потому что, если безответственный, и ты хоть какой-то специалист, ну, бесполезно можно… Да, да. Это в любой сфере. Да, в любой сфере. Получается, если ты ответственный, если ты специалист, зачем тебе работать на фирму, чтобы с тебя там брали, допустим, там 30-40 процентов, когда ты будешь точно так же абсолютно работать сам по себе, потому что люди будут тебе звонить, то есть, у тебя будет нарабатываться как сарафанное радио, да? Да, да. То есть, я вот начинал, у меня тогда вот именно по сарафанке. Да, да. То есть, я вот в Красноярске ходил, помню еще… я, наверное, год или год всего отработал, то есть, с ученика пошел… работы нету. Ну, понятно, ученики, да. Кстати, первый раз начали клеить кафель, один тоже пришел на квартиру, я мужику не сказал, что я не умею. То есть, я там штукатурку имел, шпаклевку, а кафель я еще не делал. Я говорю, давай, ну мы это, я тебе сделаю. Ага. Ушел там бригадой один уже, через год. То есть, ну, еще кафелем не занимался, так видел, что делал. Да, да. И тоже, вот как ты говоришь, вот так. Когда начал-то, ой, там это… как, с чего вообще начинать, как, что вообще вообще… Да, да, да. И вот постепенно, ну, помогло, что я штукатурку уже хорошо штукатурил, и вот там, вот они работают такие, взаимосвязанные. Да, 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 да. То есть, если ты штукатуришь… Ну, и сделал все, в принципе, он так и не понял, что я первый раз. Да, да. Наверное, как бы это было, может, и не очень прямо, но, в принципе, объект я сдал. Да, да, да. Ну, да, так. Ну, и, короче, мысль не скользнула, что я тебе сказать. Ну, наверное, да, говорили о том, что… Да, ну и что, вот… Я тогда потом вот пришел к такому выводу, и почему, кстати, вот я, допустим, не могу вот работать, ну, вот, ты, наверное, тоже сейчас вот скажешь, да, не могу свою фирму, потому что я понимаю, что… я наберу людей. Да. Эти люди сто процентов не будут делать так же хорошо, как я, потому что, во-первых, им это нафиг не надо, потому что ответственность лежит на мне. То есть, если на человека нет ответственности, ну, ему это вот просто… Да, да, да. Он пришел работать за деньги, человек просто за деньги, он не будет нормально работать. Да, да, да. То есть, это вот именно, как бы, отделка, она больше даже с искусством, мне кажется, связана. То есть, если человек просто за деньги будет работать, ну, это… Ну, да, да. Это можно, там, сантехником может работать за деньги. Ну, да. А вот, если под ключ делаешь, или ванну с туалетом, ну, это тоже под ключ. Да. Ну, это невозможно делать за деньги, это нужно… Или ты поработаешь, но недолго, ты уйдешь все равно. То есть, это именно какое-то призвание. Да, да, это люди. Да, и получается, что вот, ну, наберешь ты людей, да, вот они придут за деньги работать. То есть, я, кстати, набирал, у меня были в Красноярске люди, там, три бригады работали, я поработал в год, все, я… Ну, да, у меня половина клиентов отсеялась. То есть, у меня было клиентов, вот, больше, чем на год уже расписано, я чувствую, что я не успеваю, все, я… Ну, надо что-то делать. И со мной вот парни работали, мы вместе работали, я говорю, давайте, я вам заказы скидываю все равно, давайте теперь я сразу буду брать 30 процентов, я беру заказы, и все, то есть, под мою ответственность вы заканчиваете их. То есть, я беру с вас 30 процентов, вы как бы все полностью делаете сами, то есть, я завожу материал там, с заказчиком договариваюсь, все, вы сдали эти со мной вместе. Да, да. И не получилось. То есть, мы проработали, ну, наверное, месяцев 6, потом уже начались проблемы, то есть, мы первые заказы начали доделывать, и все, и пошли вот эти проблемы. То есть, когда заканчиваешь объект, начинаются вот эти все недочеты вылезать, и все, это потом такой головняк. То есть, деньги зарабатываешь, не знаю, я потом прикинул, я вот, когда пошел опять один работать, вот три бригады работала, я зарабатывал почти столько же. Ну, да. Я никаких головняков, ты работаешь сам по себе, ты за себя отвечаешь. Да. То есть, тут я просто, и у меня отсеялось, наверное, 50 процентов тех клиентов, которых я наработал там за 4 года. Да, это непросто. Это непросто, да. То есть, вот, почему я как бы, не знаю, как, может быть, в Москве можно где-то, в Питере, на фирму, потому что там можно взять, опять же, с человека, ну, то есть, если там стоит реально эта работа, там, тысяч семь, да, за квадрат, там взять четырнадцать, действительно хорошо запратить строителям, и тогда, да, тогда, то есть, специалист, он должен хорошо опраченным быть, а так им вообще смысла нет никакого. Да, да, да. То есть, либо вы очень-очень хорошо платите за это, и, соответственно, этот директор или кто-то там, или там, прораб какой-то, он эти деньги отдает, а не себе забирает, опять же. Либо, ну, люди просто не будут нормально делать, и они все равно уйдут. Да, да, все равно. Ну, или, допустим, вот, как я, да, там, не знаю, я вообще не могу на кого-то сейчас работать. Ну, да. Я тоже. То есть, я тут знаю, да, вот тебе вот, я вот этот объект сделал, у меня вот столько-то запратят. Да. Какой-то там дядя, да, вот, а запратит ли он вообще и запратит. Ну, да, 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 да. Нет, это да, это так, конечно. То есть, когда ты на себя долго работаешь, понимаешь, в чем здесь есть. Свобода. Свобода, да. Свобода. Свобода, да. Хочешь, поехал на мир. Встал с утра, к тебе поехал на мир, до побед поедешь. Да, да. А когда на кого-то работаешь, да. Так, и ты еще где-то жил, да, там? В Загранице. Ну да, в Америке. Как там в плане отделки? Ну, в плане отделки там, как бы, тоже, опять же, где, смотря, ты работаешь. То есть, я вот жил в небольшом там городишке, тысячи, наверное, двести, наверное, считается. Это небольшой. Вот. И там тоже… Какой город? Город Хаспери называется. Это Лос-Анджелес, это 120-летний, получается. И там, получается, тоже материалы, и, конечно, очень большое количество там продают этих материалов, разных красок, уже в готовые стадии, когда ты их просто берешь и потом на поверхность наносишь там, ну, либо на гипсокартон, либо там еще другие есть такие, типа наших ДСП, что-нибудь ОСБ. Вот. То есть, готовые уже фракции. Ну, сейчас они уже и здесь такие материалы, это как вот декоративные штукатурки, вот это вот там, это вот все. В основном там такое, и там дома они такие щитовые, блочные такие, ну, щитовые больше, потому что там тепло, отопления нету, и они собираются, мобильные такие, быстро собираются, быстро отделываются. Вот. То есть, там как бы, а вот по кафелю там, ну, как бы качество, ну, и, наверное, плитка, ну, там тоже такая же плитка, ну, клей я тогда не смотрел. Они, когда с Москвы, короче, общались, ну, мужик звонил, он говорит, у меня работают бригады, выехали знакомые работать, по-моему, в Саудовской Аравии. И вот он говорит, там не настолько работают, по-моему, чуть ли не у какого-то там королевы, по-моему. Ну да, там что-то такое. Королев. И вот он говорит, там нет такого отношения, вот что, у нас там какой-нибудь там, не знаю, вот такой вот придет и начнет там бумагу под кладку. Деньги под париры, надо открадывать. Да-да-да-да. Ну это да. Ты, видимо, тоже уже психология такая. Так, ну сейчас мы перейдем к вторым видам работ, к гречарным. То есть посмотрим, как это вообще делается и вот кому интересно именно по гончарному, да, какую-то историю. Я бы сказал, в этом вообще ноль. Ну да. Я первый раз человека встречаю, который этим занимается. Ну да-да-да. Вот это ты, кстати, да? Да, это я делал эти кофейные. Да, это я делал эти кофейные чашки. Да, чашки. То есть сейчас покажем, вот, что, как, что делается и какие материалы. Ну да. Если ты расскажешь по ценам, да, вообще... По ценам. Ну да. Ну да. Ну да. И как вообще там учиться, где учиться. Хорошо. Ну да. Хорошо. Впрочем, и тихонько можно прожить шепотом. Зачем шепотом? Надо в полный голос говорить.